Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Злостным неплательщикам грозит опись имущества. Судебные приставы навестили тех, кто не оплачивает штрафы ГИБДД. В Тольятти появится предприятие по производству карбамида. Соглашение подписали Куйбышев Азот и итальянский концерн. Книги для осужденных в самарских колониях обучают профессиям, которые востребованы на свободе. Ураган с крупным градом вновь пронесся по Самарской области. Стихия обрушилась на Шигонский район и Тольятти. Так в теле Климовка ветер повалил заборы и с корнем вырвал несколько деревьев, а кое-где сорвал и шифер с построек. Кроме того, там выпал крупный град размером со сливу. Люди не пострадали. А вот в Тольятти прошел сильный дождь, из-за чего улица города полностью затопила. Отметим, что сегодня синоптики прогнозировали только кратковременные дождь и грозу с неустойчивым слабым ветром. Такую же погоду обещают и ночью. А вот завтра, 22 июля, должно быть преимущественно без осадков с температурой воздуха до 29 градусов. Кроме того, на сайте Приволжского УГО ВМС появилось объявление о штормовом предупреждении по поводу того, что с 22 по 26 июля в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность лесов. Сегодня Екатерина Пузикова, обвиняемая в убийстве мужа банкира, скажет суду последнее слово, после чего судья сможет зачитать приговор. Как заявил адвокат, подсудимый Андрей Карномазов, потерпевшая, мать банкира, изменила свои показания. По прошествии пяти лет, женщина заявила, что начальник отдела безопасности банка вовсе не предупреждал ее о грозящей сыну опасности, в случае, если он добровольно не уйдет из банка. Хотя его предупреждение о непоправимых последствиях поступило за несколько часов до вечеринки, где Пузиков был отравлен. И сама потерпевшая изначально рассказывала об угрозах на допросе, через четыре дня после смерти своего сына, и даже предоставила распечатки телефонных разговоров. В августе 2015 года Красноярский районный суд признал Пузикову виновной и назначил ей семь лет лишения свободы. Но в декабре апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на дополнительное расследование. Всем своим нажитым добром рискуют должники, не оплатившие штрафы ГИБДД. Если долг выше 10 тысяч рублей, судебные приставы могут арестовать имущество. В рейд по злостным неплательщикам вместе с судебными приставами вышли полицейские и Марина Матвейшина. Добрый день. Здравствуйте. Федеральная служба судебных приставов. Кому? А мы к вам. Утро может оказаться совсем недобрым, если накопить неоплаченный штраф в ГИБДД. Мужчина задолжал более 10 тысяч рублей. Теперь с молотка может уйти его описанное имущество, если за 10 дней он не погасит все долги. Имущество подвергнуто описи и аресту. Это компьютер. В количестве одна штука на 5 тысяч рублей. Так далее, пройдемте. Телевизор на сумму 4 тысячи рублей. И музыкальный центр на 1800 рублей. Чтобы остаться при своем и не принимать в гостях судебных приставов, нарушителям правил ПДД необходимо заплатить штраф в течение двух месяцев. Причем в первые 20 дней это можно сделать с 50-процентной скидкой. Однако многие не торопятся и копят долги. По данным судебных приставов, самый большой долг, который числится сейчас за одним из самарцев, 300 тысяч рублей. И даже если у него не окажется имущество на такую сумму, заплатить ему придется. Если должник работает, мы направляем постановление о удержании 50% заработной платы. Если есть у должника счета в банке, то мы накладываем арест на данные счета. И банк обязан данные денежные средства списать и направить также в счет погашения задолженности взыскателя. Таким образом, сумма долга в любом случае погасится. Мы с ними боремся, также выезжаем каждый месяц на адреса совместно с работниками судебных приставов. Выявляем, привлекаем, ограничиваем и водительскому удостоверению. Сегодня судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД постучали в двери к девяти должникам. Чтобы завтра они не пришли к вам, специалисты советуют вовремя оплачивать все штрафы. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Смертельное ДТП произошло сегодня утром. На участке трассы между Самарой и Новокуйбышевском столкнулись грузовик МАН и автомобиль ВАЗ-2110. На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. По информации очевидцев, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства аварии уточняются. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. В Самарской области мужчина нырнул с лодки и умер. ЧП произошло в районе села Березовка Кшигонского района. Молодой человек повредил шейный отдел позвоночника. Знакомые пострадавшего поместили его в лодку и повезли к берегу в район зеленой зоны Тольятти. Мужчине вызвали туда скорую, но по пути он скончался. На 713 тысяч рублей оштрафовали нарушителей антитабачного закона в Самарской области. Сотрудники Роспотребнадзора за полгода выявили в регионе 60 нарушителей. В их числе оказались как обычные граждане, так и крупные организации. При этом 14 человек заплатят за курение в общественных местах. Трое попались с сигаретой на детской площадке. Им придется выплатить штраф в размере 2000 рублей каждому. Более солидные взыскания Роспотребнадзор приберег для государственных организаций и коммерческих предприятий. Сумма штрафов за нарушение требований к закону, обозначающему территории и здания, где категорически нельзя курить, составила 440 тысяч рублей. Отвечать рублем придется 10 организациям и 14 должностным лицам. С 26 июля Московское шоссе в районе улицы Луначарского станет односторонним. Ранее это планировалось сделать 13 июля, но сроки перенесли из-за плохой погоды. Объехать этот участок дороги в направлении из города можно будет по улице Киевской. Там также будет введено одностороннее движение. Либо по улице Мичурина. Купол стадиона «Самара-Арена» будет белоснежным. Пока там идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции. Работы продлятся до 1 сентября. Подрядчики еще раз напоминают, что при сильном ветре есть риск разлета краски на расстоянии от 1 до 3 километров. Поэтому они просят жителей Самары соблюдать меры предосторожности. Укрывать автомобили, которые припаркованы недалеко от стадиона. Куйбышев «Азот» и итальянский концерн подписали соглашение о создании в Тольятти совместного предприятия по производству карбамида. В церемонии принял участие Николай Меркушкин. Новый проект, уверен губернатор, позволит привлечь в регион самые современные технологии и укрепить позиции Самарской области на рынке минеральных удобрений. Новое предприятие займется производством гранулированного карбамида. Это самое востребованное удобрение в сельском хозяйстве. На него приходится более 70% всего мирового потребления. Ожидается, что предприятие будет платить в консолидированный бюджет серьезные налоговые отчисления. По оценке экспертов, не менее 1 миллиарда рублей в год. Кроме того, появятся новые рабочие места, что очень важно для Тольятти. Ожидается, что совместное предприятие выпустит первый продукт к 2020 году. Создание нового производства на площадке куйбышев азота обеспечит приток в регион значительных инвестиций. Около 11 миллиардов рублей. Этот проект, он и по производительности, и по объемам. Но он на самом деле очень нужен. Нужен стране. Это и импортозамещение, это и экспортные возможности дополнительного куйбышев азота. Ну и для наших аграриев это, в общем, современный карбамид, который экологически позволяет получать продукт абсолютно чистый. И не окислять землю, что очень важно, потому что кислая земля не дает того результата, который в итоге вкладывает агрария в нее. И здесь очень много вставляющих важных не только, условно, для завода, для бюджета области и так далее. Это в том числе и для отрасли сельского хозяйства очень важные потом будут вставляющие их эффективности. На базе куйбышев азот за последние три года было запущено три совместных производства с участием иностранного капитала. В стадии завершения находится еще один проект. Итальянская компания – один из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газа и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. Только в прошлом году выручка компании составила 2 миллиарда 400 миллионов евро. В основу нашего решения были положены три основные причины. Первый – деловая репутация и партнер. Куйбышев азот, его ресурсы и опыт. Второй – потенциал региона по потреблению удобрений. И третье – наличие природных ресурсов. Глава региона отметил, Куйбышев азот заблюдает самые современные требования в области менеджмента и технологий. И пообещал оказать всю необходимую поддержку, чтобы новый проект был реализован в заявленные сроки. Марина Кравцова, Виктория Шаре. События. Вай-фа и телевизор в салоне, электроника и видеонаблюдение в кабине водителя. В Самаре началась тестовая обкатка новых трехсекционных трамваев. Вагон выходит на улицы после 11 вечера. В ночной рейс отправился и Олег Зверев. С улицы откидывается вот эта аппарель, на коляске заезжает, на коляске становится сюда и пристегивается ремнем. Водитель-наставник трамвайного депо Илья Хорошкин показывает достоинство современной машины. У трехсекционного трамвая у Скотовского завода целый ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Одновременно в нем могут уместиться 350 человек. В том числе созданы все условия для маломобильных граждан. Оборудован системой видеонаблюдения и снаружи, и в салоне. 85% низкопольный пол, 28,5 метров длины, один вагон трехсекционный. Как можете видеть, телевизор, вай-фай имеется. Также 14 печек, зимой, я думаю, будет здесь очень тепло. Этой ночью новый трамвай впервые вышел на обкатку. Водить такие машины доверяют только опытным водителям с большим безаварийным стажем. Всего город приобрел 10 подобных трамваев. Представительный внешний вид – это лишь одно из преимуществ. Кабина водителя полностью оснащена электроникой, плюс мягкий ход и торможение без рывков. Сейчас в Самаре работают представители завода-изготовителя. Если тестовые поездки пройдут успешно, 10 современных трамваев выйдут на линию. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Что воля, что неволя, самарских осужденных обучают профессиям, которые востребованы на свободе. Чтобы они получили качественное образование, общественники передали в библиотеку пятой колонии учебные пособия. Книги собирали своими силами. Чему учат осужденных и надо ли это им самим, узнала Алина Чемерес. Талант пекаря Василий Черков открыл в себе год назад. Если не освободиться условно-досрочно, жить ему здесь еще пять лет. Черков, попавший в колонию за разбой, уверен, главное в жизни – приносить людям пользу. В библиотеке – это вообще сердце колонии. Мы же пекем хлеб не только для своей колонии, но еще и для многих других. Для колонии поселения хлеб. То есть делать людям добро, чтобы были все сыты. В пятой колонии наказание отбывают свыше тысячи заключенных. Спрос на работу здесь выше, чем предложение. Сегодня на производстве трудится более 300 человек. Прежде чем взяться за работу, осужденные проходят обучение. Автослесари, каменщики, столеры – здесь заключенные получают профессии, которые востребованы на свободе. Чтобы привлечь к труду как можно больше желающих, создаются новые отрасли. Планируется открывание новых линий производства по изготовлению ящиков, куда планируется большая часть осужденных. Осужденные действительно у нас хотят работать, ждут освобождения места. Сейчас, когда места освободятся на производстве, для того, чтобы выйти и работать. Предлагаем осужденным обучаться, исходя из срока отбывания наказания. Если у них срок небольшой, то предлагаем профессии, которые можно быстро получить. Обучение занимает от одного месяца до девяти. Образование по всем канонам жанра. С преподавателями, расписанием и учебными пособиями. Книги в места не столь отдаленные доставляют общественники. Сегодня библиотека пятой колонии пополнилась новыми экземплярами. Их более тысячи. Руководство по столярному делу, резьбе по дереву. А для тех, кому даже здесь не что прекрасное и не чуждо по созданию искусственных цветов. У нас в данном учреждении образовательный уровень крайне высокий. И та профессионально-техническое училище, которое находится здесь, оно сертифицированное. Оно, конечно, выдает очень глубоких, хороших специалистов. У нас люди, когда освобождаются и выходят с нашим дипломом об окончании нашего учебного заведения, они устраиваются практически 90-95%. Выйти на волю, как оказалось, для осужденных задача непростая. В колонии работает школа подготовки к освобождению. Также руководство сотрудничает с Центром занятости населения, чтобы заключенным было проще найти работу на свободе. Алина Чемерес, Константин Головин, События. А вот какие темы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. В России сейчас более двух миллионов обманутых дольщиков. Как решается эта проблема в Самаре, обсудили на думских слушаниях. Минус еще один. Сегодня в Сырцебушевской вывезут незаконный киоск. Главные символы Самары напечатаны на 3D-принтере. На набережной открылась выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин